Всем привет! Давайте сегодня разберем такую породу, как папильон или папийон. История породы. Современный папильон, от французского слова бабочка или мотылек, потомок карликового испаниели, широко известного в 16 веке. В то время популярность этой породы среди аристократов была настолько велика, что ни один портрет знаменитой дамы не считался законченным, если на нем не была нарисована эта изящная собачка. Множество старинных картин и гобеленов сохранили ее изображение. Как развивалась история породы до 16 века неизвестно. Карликовые испаниели обитали в Италии и Испании. Именно из этих стран чаще всего доставлялись собаки. Особую роль в торговле ими сыграла Болония. Цены были очень высоки, приобрести их могли далеко не все. Поэтому владельцами чаще всего являлись короли и придворная знать. Например, во время своего правления Людвиг XIV первым выбирал себе собак из тех, которые привозили во Францию. Со временем внешний вид предков папильона заметно изменился. Большие висячие уши постепенно стали стоячими и расставленными кнаружи, что придавало им сходство с крыльями бабочки. Можно предположить, что из-за этого порода и получила свое новое название. Подобное происхождение папильонов утверждает тот факт, что до сих пор в одном помете могут появиться щенки со стоячими и висячими ушами. Изменился также и окрас собак. Прежде почти все они имели сплошной окрас. В настоящий момент у папильонов белый окрас с пятнами другого цвета. Сплошной же окрас стал считаться пороком. Общая характеристика породы. Нрав у этих собачек живой, веселый и дружелюбный. Папильон покоряет всех своей хрупкостью, элегантным видом и забавными выходками. Он стремится всегда быть в центре внимания и предпочитает играть с людьми. Он послушен, но имеет склонность командовать своим владельцем. Не очень хорошие сторожа. Папильоны все-таки предупредят хозяев о появлении незнакомцев или необычном шуме. Несмотря на свои размеры, папильоны в состоянии победить, например, крысу. Так как силы для прямого нападения у собачек нет, они выматывают крысу, ожидая, когда та выдохнется. Содержание и уход. Эти маленькие собачки очень выносливы. Они хорошо переносят холод и жару. Любят бегать и играть. Им полезны регулярные незначительные нагрузки. Длинную и шелковистую шерсть следует ежедневно расчесывать гребнем. Мыть собак этой породы нужно раз в месяц. Регулярно требуется подстригать когти. Среди маленьких собак папильон, наверное, одна из самых здоровых пород. Нормы кормления этих собак обычны.